Приветствую вас! Наверное, для вас будет неожиданностью то, что я скажу, но хороших мужчин нет. Как нет и хороших людей, как нет и плохих людей, понимаете, есть только интересы, ценности, взгляды, поведение и деятельность. И все. Нету хорошего и плохого. Термин «хорошо» и «плохо» ввел человек, а человек существовал субъективно. И именно поэтому, потому что человек существовал субъективно, нельзя говорить о том, что можно сказать, что вот этот мужчина хороший, однозначно, а этот плохой. Ибо другой, даже откровенный преступник, там асоциальный тип и прочее, для кого-то может быть хороший. Поэтому для начала отходите от вот этого понимания «хороший мужчина», «хой мужчина», «подходит мне мужчина», «не подходит мне мужчина». От этого, пожалуйста, давайте отходить. Все это типажи, все это стереотипы, все это предупреждено. Кстати, вот по поводу стереотипов будет очень интересный момент. Что такое стереотип? Стереотип – это собирательный образ чего-либо, ну, например, людей, например, какой-то части отношений. Значит, собирательный образ, который основан на неком незначительном опыте взаимодействия. И в принципе, в принципе, у стереотипа есть положительная сторона. А вы говорите, а то в том, что людей не надо узнавать жанром всех. Но стоит этот стереотип заполнить какими-то негативными аспектами, проекциями, например, или используя стереотип как дошительную реакцию, что в вашем случае. И он тут же превращается в предубеждение. А предубеждение, в отличие от стереотипа, это уже совсем другое. Это уже, по сути дела, навешивание ярлыков на людей. Предубеждение – это заведомая характеристика чего-либо, как негативного. Отчего происходит понижение когнитивной сложности и снижение взглядов. Поэтому я думаю, что если мы с вами говорим о том, как полюбить хорошего мужчину, то нужно для начала постараться понять вот это. Проникнуться этим, я бы даже сказал. Далее, вы говорите, в своей жизни я научилась говорить «нет, мужчина, что хорошо, мы молодец, что научились говорить «нет», от которых, возможно, небольшие страдания». Ну вот, насколько правильно было то, что вы сказали до этого, насколько неправильно то, что вы сказали теперь. Что значит «большие страдания». Откуда вы знаете, что мужчина может принести вам большие страдания? Интуиция, опять же, предубеждение. Понимаете, вы говорите, если вы видите, что он может притянить вам большие страдания, вы говорите «нет». Но вы не чувствуете страдания. Вы не знаете, как вернется человек к вам. Вы не знаете, как обернутся его качества по отношению к вам. Но вы уже вешаете на человеческой ярлык, имеющего возможность притянить вам страдания. Вы даже не даете ему шанса себя проявить. И вот здесь набраживается вопрос. Так, а человек, по вашему мнению, должен себя проявить или нет? Но если он покажет, что действительно может причинить вам страдания, тогда говорить ему «нет». А если вы только видите, что он может это сделать, он ничего этого не сделает, он только может. Но это и кратки, те самые предрассудки, предубеждения, точнее, и есть. Далее, если я еще чувствую, что когда подсознательно меня тянет к ним, я шлифтую, добиваюсь, чтобы они ко мне проявили какой-то более серьезный настрой. Но в итоге вижу, что видеть, слава богу, на определенном этапе, беру все в свои руки, слушаю разум и говорю «нет». Потом, правда, сама скучаю по такому общению, буквально недавно так случилось. Вы говорите, что я вижу, слава богу, на определенном этапе, беру все в свои руки, слушаю разум и говорю «нет». Что вы видите? Зачем вы добиваетесь, чтобы они к вам проявили какой-то более серьезный настрой, если вы уже этого человека занесли в разряд того, что может причинить вам страдания? Для чего вам интерес к вам, с той стороны? Это вы так что делаете? Самоутверждаетесь за их счет? Или что? А вы не думали о том, что может быть серьезный настрой мужчинам? Означает, что даже если он мог причинить вам страдания, то уже не причинить. Ведь это серьезный настрой. Подумайте об этом. Теперь проблема в другом, пишите вы. Погу ли я полюбить хороших мужчин? Ну, на этот вопрос я вам уже ответил, я думаю, повторяться не буду. Они мне быстро начинают, не нравятся, причем обычно по внешности. Но кажется, что-то, что меня обталкивает. Например, вы пишите, что ноги худые, или мужчина мягко тело, его не уважают. Знаете, вот это страх перед отношением. То, что вы делаете, вы просто-напросто ищете оправдание тому, чтобы не быть с мужчинами в отношениях. Вы боитесь. Вопрос. А чего вы боитесь? Ну, вы боитесь этих самых отношений. Потому что они для вас несут, судя по всему, только негатив. Почему? Потому что вы неверно интерпретировали тот опыт, который получили. Уж я не могу сейчас сказать наверняка, какой это опыт. Отлично ваш, или детско-родительский в том числе. Но опыт негативный. То есть, получается, что вы хотите быть мужчиной хорошим, но отношений боитесь. И боитесь вы, как это не парадоксально, не отношений как таковых, а боитесь вы того, что за ними идет для вас. Вообще, вы опять не страдали. Ну, давайте подумайте. А кому, например, мужчина может причинить страдания? Кто может испытывать страдания? А испытывать страдания может тот, кто партнера воспринимает как встречу для достижения своих целей. Вот я хочу что-то получить через партнера. Партнер мне этого не дал, я страдаю. Если я не хочу ничего получить, то получить от партнера. Если я выстраиваю с ним равноправные отношения, он никак причинить мне страдания не может, потому что я самостоятельный партнер. Так вот, и подумайте, пожалуйста, аноним. Вы самостоятельный партнер или нет? Если нет, то хотите ли вы им быть? А если да, то что вам мешает? Пожалуйста, подумайте об этом. Далее. Значит. Причем это часто просто ощущение ни на чем не основано. Ну, то бишь, да, то бишь, предубеждение, как раз, о котором я говорю. То есть нет вашего личного опыта, есть незначительный опыт, основанных на других вообще отношениях. Это называется, что говорят, перенос. Вот психология-то называется перенос. А вы тоже хотите, если так и будет всю жизнь. Ну, если вы не будете менять отношения к себе, если вы не будете менять отношения к мужчинам, то да, так жить и будет. И вам не кажется, что мужчине, который меня полностью устроит, и которого я хочу видеть рядом с собой, такому я пока не соответствую и трудиться еще много. Ну, я вам больше скажу, у мужчины, который вас полностью устроит, его нет. Это идеал. Вы говорите сейчас про идеал, а идеалы не существуют. И у любого человека есть недостатки. Но вы это недостатки не принимаете. Вы не принимаете недостатки человеку, потому что вы не принимаете себя. А не принимаете вы себя, потому что боитесь отношений. И не принимаете его себя, потому что вы нуждаетесь в других людях. Очень сильно. Когда вот вам очень хочу влюбиться, это есть нужда в других людях. А нуждаются в других людях те, кто сами себя полностью не обеспечивают. А не обеспечивают полностью себя те, кто не принимает в себя полностью такими, какие они есть. И получается, для того, чтобы отношения вам построить хорошим, как вы говорите, человеком, нужно, чтобы вы приняли себя. Примите себя, можете построить отношения с мужчиной. Не будете принимать себя, не построить. Так, при этом, когда я одна, хочу влюбиться лучше. Ну, вот точно. Очень интересная позиция. Вы говорите, хочу влюбиться. А для чего? Вот влюбиться, чтобы что? Зачем влюбляться в вам? Люди, которые влюбляются, они не хотят этого. Им это не нужно. Они просто влюбляются, и все это происходит, естественно. У вас же это происходит так, что вы хотите. Если вы хотите, значит, вы чего-то хотите. Вы для чего-то хотите. И получается, что вы влюбитесь и хотите ли с тобой, чтобы все это для себя получили. Без влюбленности вам плохо. Вот и подумайте. Почему вам плохо? Вы не чувствуете себя женщиной. Вы боитесь с чего-то. Вы что-то недополучаете. На вас действуют и влияют, дарят какие-то стереотипы, опять же, общественные. Мнение общественные и так далее. Подумайте. Вы не можете находиться одна. Вы боитесь одиночества, например. И так далее. Вот подумайте, что из этого вы пытаетесь скупировать в своей влюбленности. Ибо еще раз влюбленность не возникает просто так. Она всем-то обусловлена. Если я хочу влюбиться, то это значит, что я не хочу быть, например, один. Если я не хочу быть один, то, соответственно, я не принимаю на себя. Если я не принимаю на себя, я идеализирую других людей. Потому что они для меня средства. Средства гармонии внутри меня. И если я идеализирую других людей, то я пытаюсь реальных людей подстроить под свой идеал. И в итоге получается диссонанс. В итоге получается диссонанс. И происходит ситуация, когда вы просто-напросто отказываетесь принимать реальных людей. Что вы, кстати, и делаете. Вы отказываетесь принимать реальных людей. Далее. Вы пишете, что стоит кому-то появиться, я записываю его в столбик, как бы не подходит. Ну, это, понятно, страх отношений. Наверное, еще переживаю, что если вот так разумом выберу себе хорошего мужчину на всю жизнь, то не испытаю страхи, трепета и так далее. Вы знаете, а откуда у вас подобные переживания? Ну, не испытаете вы трепета и страсти. Ну и что? Не все люди испытывают трепета и страсти. Кто-то их не испытывает. Почему вы должны обязательно испытать трепета и страсти? Как вот, думаю я, например, это доступно не каждому, не всем испытать трепет и страсти. Так почему вы хотите испытать это? Вы уже испытывали, вы знаете, каково это? Тогда нет ничего удивительного, что у вас не получается построить что-то новое, потому что вы сравниваете то, что было тогда, когда вы испытывали страсть, и то, что есть сейчас, когда вы страсть не испытываете. И получается, что вы хотите повторить те самые ощущения, не понимая, что это невозможно. Что с каждым человеком все индивидуально. И получается, что вы тогда не закончили отношения те, с которых у вас была страсть. А если страсти не было, то вы опять же ее идеализируете. Она опять же вам нужна. У идеализации всегда есть мотив. Человек идеализирует, чтобы что-то получить. Вот и подумайте, подумайте, что вам нужно. И это нужно получать самостоятельно, как бы это ни печально случало. Далее. И потом поймут, что проживала жизнь, не любив никого. И что? Многие люди так все. Опять. Откуда у вас, вот эта вот установка, откуда подобные проживания? Как бы, вот именно ценности ваши, они какие, чтобы так к людям относиться? К себе. Например. Вы как-то идеализируете любовь. По самом деле. Но при этом, что для вас любовь? Что она для вас? Как вы ее понимаете? Подумайте об этом. Пожалуйста, это очень важный аспект. Как быть в таком случае, и о чем говорят такие мои мысли? Ну, в принципе, на ваш вопрос и ответ. И на первый, и на второй, и на третий. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.